А перед просмотром я бы хотел сказать огромное спасибо ребятам, которые оформили спонсорскую подписку на моём YouTube-канале. А также всем тем, кто ставит лайки, пишет комментарии и делает репосты моих роликов. Спасибо вам всем огромное, только благодаря вам мой канал растёт и развивается. Ну а теперь продолжаем. Последний человек, глава 181, 182 и 183. Ну а если вы в следующий раз хотите увидеть не три главы, а четыре, давайте под этим роликом наберём 2500 лайков. Я верю, что в этот раз вы точно справитесь. Ну а теперь, приятного просмотра. Мы... мы победили! Да! Ура! Пошли к Тянченю! Эй, подожди меня! Только что это была атака за Тянченя? Такая мощная! Хоть эта атака чрезвычайно мощная, она моментально истратила практически 90% моей вирусной энергии. Похоже, что я не смогу снова использовать её какое-то время. Тянь Чень! Старший брат Чень! А? Как раз вовремя. У вас с собой есть кристаллы метеорита? Кристаллы метеорита? Ты используешь их, чтобы напрямую восстановить энергию? Если бы у нас их было больше, ты бы смог восстанавливаться во время битвы и стал бы непобедимым. Ты забыла, что случилось с юным мастером семьи Джао? Э? Даже если кристаллы метеорита быстро восстанавливают энергию, они представляют опасность, если использовать слишком большое количество за короткий промежуток времени. У меня хорошее сопротивление к вирусу. Я спокойно могу использовать один или два кристалла за раз. И несмотря на то, что Хуфен умер, мы должны навести порядок в городе Ланхуа как можно быстрее. Прежде чем произойдёт какая-то неожиданность. Вот почему восстановиться сейчас – это лучший выбор. Насколько ты восстановился? Примерно на 50%. Всего лишь 50? Если тебе надо использовать два кристалла на один удар, не успеем мы оглянуться, как у нас будет нехватка кристаллов. К тому же, использование слишком большого количества кристаллов провоцирует их побочные эффекты. Похоже, что ты обречён стать человеком, который бьёт лишь один раз. Но если посмотреть на это с другой стороны, кто сможет выстоять перед таким ударом? Я не буду использовать эту атаку, пока не наступит решающий момент. Вдобавок, вот что я получил от Хуфенни сегодня. С этим данная атака не будет проблемой. Что это? Это полимер метеоритного кристалла. Он необычный и может содержать огромное количество вирусной энергии и непрерывно заряжать или поглощать её. Его энергия отличается от обычных метеоритных кристаллов. У неё нет побочных эффектов. Внешний аккумулятор. Можно сказать и так. Хуфен поместил его в своё тело и использовал в качестве катализатора, который позволил ему прорваться на третью стадию. Это бесценное сокровище. Так как его регенерация энергии ограничена, Хуфен решил повысить свою силу. Но в лучшем случае он бы застрял на четвёртой стадии. Вместо того, чтобы увеличивать свою силу, лучше использовать его как внешний аккумулятор, который восстанавливает энергию. Представим, что вы и ваш оппонент полностью измотаны битвой. Только представьте выражение его лица, когда вы вытаскиваете его и полностью восполняете свою энергию. Это вещь. Второй шанс. Э? Как его использовать? Прекрати. Пока что он пустой. Хуфен использовал всю энергию задолго до своей смерти. Идём. Чтобы зарядить его, нам необходимо огромное количество метеоритных кристаллов. Ещё не пришло время использовать его. Ладно. Приведите себя в порядок. В городе Лунхуа царит беспорядок. Мы должны очистить его. И после этого мы обыщем базу Хуфена. Быстрее! Мы должны очистить это место до наступления темноты! Не ожидала, что город Лунхуа так быстро объединится. Последний удар Цзо Тянчэня был слишком мощным. Практически каждый видел его, поэтому никто больше не смеет противостоять ему. Сестрёнка, старший брат Тянчэнь такой сильный! Больше никто не посмеет издеваться над нами! Смотрите, это старший брат Чянчэнь! Это действительно он! Впервые вижу его своими глазами! Ребята, вы в порядке? Всё хорошо благодаря тебе! Джан Женью и в деле. Он перегруппировал этих людей за такой короткий промежуток времени. Они даже соблюдают приказы. Он действительно предназначен для того, чтобы быть лидером. Брат, в последнее время тебе было очень тяжело. Не, это всё ты! Все изъявили желание остаться здесь благодаря старшему брату Тянчэню. Чтобы построить нашу базу, Мисло трудилась не покладая рук. Мисло, спасибо вам! Пустяки. Это мой долг. Они наконец взялись за руки. Наконец-то! Слушайте, сегодня мы победили Хуфэня. И город Ланхуа наконец объединился. Сегодня мы отмечаем! Да! Ура! Да здравствует старший брат Тянчэнь! Ура! Братья, пришло время праздновать! Пейте, выпивайте! Пиво! У кого ещё нет пива? Сглупил я тогда. Не понял, что ты настоящий мастер. Приношу свои извинения. Старший брат, позволь сказать тост. Теперь город Ланхуа ваш дом. Я ставлю базу на вас, ребята. Будь уверен, мы исполним свои обязанности. Тянчэнь, смотри, кто пришёл. Лиуи. Лин Цинь Цинь. За Тянчэнь! Помедленней. Мне больно. Вы двое живы. Благодаря тому, что ты победил босс... Нет. Хуфэня. Мы были против объявления войны. Поэтому он намеревался убить нас. Но так как мы оба являемся крупными фигурами, вместо этого он решил запереть нас. Зная его характер, он бы обязательно убил нас, если бы победил. И даже пытал бы в случае проигрыша. Если бы он выжил, неважно, были бы мы заперты или убиты на месте. Мы бы умерли в любом случае. Смерть Хуфэня – это только начало. Город Ланхуа выстоял, и у вас двоих есть огромный управленческий опыт. Вы, ребята, сыграете большую роль в развитии базы. И что более важно, я рад видеть вас двоих в живых. Теперь это ваш дом. Спасибо тебе. Что ж, вы должны быть очень устали. Ваши комнаты готовы. Эти двое хорошо ладят с остальными. И им можно доверять. Они очень сильно нам помогут. Ага. Еще и Леньвей. Пока у нее будет достаточное количество металла, ее потенциал будет использоваться на полную. И она будет основной движущей силой строительства базы. Насчет Брюса. Он весьма талантлив. Он станет действительно сильным, если ты будешь хорошо тренировать и обучать его. Возможно, он даже станет твоей правой рукой. Ты уходишь? Да. Когда? Завтра. Счастливого пути. Найди ее как можно быстрее. Найду. В этот раз Джан Женьюй не потерял свою руку. И я верю, что с его талантом город Ланхуа будет процветать. Похоже, что его судьба была полностью переписана. Теперь, когда все улеглось, я могу отправиться на ее поиски. Сестренка, разве ты не хотела сказать что-то старшему брату Тянченю? Нет. Идем. Пейте, выпивайте, давайте. Вы не подумайте, я не хвастаюсь. Но этот Ху Фэнь был таким слабаком. И если бы Тянчен не пришел, я бы сам о нем позаботился. Я прав? Конечно, мы все уже видели, на что ты способен. Брат Фэй, мы пойдем. Хорошо. Можете идти. Тупой урод. Действительно думаешь, что я позволю тебе сбежать? Стоять. Такой быстрый. Возможно, даже быстрее, чем малыш Кало. Черт, я потерял его. Да кто он такой? Неважно. Просто пойду обратно и расскажу Тянченю. Малыш Кало? Уже довольно поздно. Все еще практикуешься? Как ты здесь оказался? Тянчень? Умелый человек в черном? Да. Должно быть он из скоростного типа. Он даже быстрее малыш Кало. Это невозможно. Мы уже встретили всех самых сильных, эволюционировавших города Ланхуа. Возможно, он пришел откуда-то еще. Похоже, что в последнее время мы были слишком самонадеянными. Пришло время уходить. Да, мы наконец можем отправиться на ее поиски. Время летит очень быстро. И июнь наступит уже очень скоро. Что ты думаешь насчет малыш Кало? Она начала становиться раздражительной. Это нехорошо. В последнее время все, кроме нее, стали намного сильнее. В такой реакции нет ничего особенного. У тебя есть решение? Приблизительное. Это кристалл, который просочился из меня, пока я поглощал энергию из фрагментов метеорита. Я дважды очистил его вирусную энергию. Он должен помочь ей сконцентрировать новые метки и даже стимулировать ее эволюцию. Тогда чего же ты ждешь? Отдай его ей! Как только мы втроем достигнем пика второй стадии, мы будем непобедимы. Нет. Для нее настрой намного важнее, чем скорость эволюции. Пока она не избавится от этого нетерпеливого настроя, не рассказывай ей о нем. Намного ценнее, если ты сам осознаешь что-то, нежели тебе кто-то даст ответ. Пойдем отдыхать. Нам завтра рано выдвигаться. Хорошо. Как долго вы собираетесь прятаться? Вы хотите мне что-то сказать, верно? Мисло. Ты ведь сразу меня заметил, не так ли? Ваша черная броня испускает особую ауру. Я действительно заметил ее довольно быстро. Так ты уходишь завтра, чтобы найти Сюан-Сюань? Да, я должен. Что насчет вас? Какие у вас планы? Я пока не решила. Вы не пойдете со мной? Мне кажется, что это будет не совсем удобно. Мисло. Ничего не говори. Хорошо? Я совсем немного. Прошу. Отлично. Ты должен постараться и найти ее. Сяо-Сюэ и я желаем вам счастья. А теперь тебе следует отдохнуть. Раз уж вам завтра рано вставать. Здесь 10 метательных ножей. У тебя должна быть возможность использовать их своей способностью. Круто. Я сделала эти кинжалы из материалов высочайшего качества. Они твои. Вау. Я добавила кристаллы метеорита и порошок фрагментов метеорита во все это оружие. Возможно, теперь появится возможность использовать новые приемы. И вам предстоит обнаружить их. Спасибо большое. Зо-Тян-Чинь. Этому мечу нужно имя. Так как это ты создала его. Именно ты должна дать ему имя. Это первое оружие, которое я создала, используя вирусную энергию и фрагменты метеорита. Поэтому я назову его... Истребитель драконов. Тогда лучше назови его кровопийца. Суд божественного императора. Ярость цунами. Небесная луна. Заткнитесь. Эй. Давай назовем его метеор. Метеор? Метеор. Неплохо. Зо-Тян-Чинь. А? Я иду с вами. Брюс? Прошу, возьмите меня с собой. Я отправляюсь в очень опасное место. Тебе лучше остаться здесь. В городе Лунхуа. Нет. Я смогу стать сильным, лишь следуя за сильными людьми. Но я хочу, чтобы ты остался здесь. Меня не страшит опасность. Если ты согласен, я сделаю все, что угодно. Что угодно? Тогда повернись тысячу раз вокруг своей оси, и тогда сможешь пойти с нами. По-твоему, я похож на идиота? Хорошо. Брюс, у тебя огромный потенциал. И ты станешь чрезвычайно сильным, если будешь усердно тренироваться. Я уже научил Джан-Джиньюя техникам эволюции. Ты будешь обучаться вместе с ним. Нет, я хочу пойти с тобой. Пока ты меня не изобьешь настолько, что я не смогу встать, я буду следовать за тобой, куда бы ты ни пошел. Раз уж на то пошло... Унеси его. Если бы я не сделал этого, С его характером мы определенно не смогли бы уйти сегодня. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я был рад познакомиться со всеми вами. Как только я найду ее, мы вернемся. Обещаю. Тогда решено. Когда придет время, мы отпразднуем. Счастливого пути! У вас все получится. Береги свой меч. Гауфей, малыш Кало, вперед! Да. Мисс, только не там. Старший брат, почему учительница Ло не пришла попрощаться? Мисс Ло положила мне это в карман тогда? Дорогой Зо Тянщинь, я ухожу. Я действительно пока что не могу попрощаться лицом к лицу. Все хорошее когда-нибудь кончается. И я поистине благодарна тебе. Я собиралась расплачиваться за твою доброту, пока смерть не разлучила бы нас. Но лишь когда Сяусея пробудилась, я поняла, что не могу позволить ей оставаться в такой обстановке. Она взяла на себя тяжкую ответственность, о которой ребенок ее возраста даже знать не должен. Настало время нам взять передышку. И я найду укромное место для жизни вдали от зараженных. Вдали от людей. Я не знаю, когда мы вновь увидимся в следующий раз. Возможно, ты найдешь нас. Возможно, мы найдем тебя, когда Сяусея немного подрастет. Пока мы не встретимся снова, береги себя. Наверное, она плохо себя чувствует. Вы отдыхайте. У нас впереди долгий путь. Мы будем постоянно меняться. Хорошо. Уезжают? Да. Вернись и скажи ему, что я нашел его. Ты не пойдешь? Я должен остаться. Я не позволю им попасть туда. Озвучил Кокос. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить продолжение. Также не забывай, чтобы вышло больше глав. Под этим роликом должно быть 2500 лайков. Ну и помимо лайков, не забывай писать комментарии и делать репосты моих роликов. Это очень сильно помогает каналу с продвижением и стимулирует меня выпускать ролики как можно скорее. А если ты хочешь пообщаться, заглядывай скорее в группу ВКонтакте или на Дискорд-сервер. Ссылки на все это добро ты найдешь в описании под роликом. Ну а на сегодня все. Большое спасибо за просмотр. До скорых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok